следующая позиция которую очень часто на соревнованиях вижу сейчас мы несколько вариантов прохода этой позиции посмотрим я честно говоря в названиях не силен но по-моему он называется правильно не шилд хабгард вот когда вот такого позицию приходит и здесь особенно те у кого сильные длинные ноги они постоянно начинают этим коленом работать и не дают вас к себе прижать то есть постоянно начинает вас растягивать и особенно бывает растянули и восстанавливают гард до открытого спайдера там лассо ворум и так далее я покажу несколько вариантов как я прохожу первый вариант он будет я чеку который сегодня смотрел тайна далпру обучалки смотрите здесь весом начинаю прессовать чуть колено плечом забираю отворот натягиваю они просто тяну к себе я кисть разворачиваю к себе если просто тяну захват не такой сильный то есть он может плечи оттянуть свои здесь тяжело держать но если вы кисть развернете кто дождь же уже занимался дзюдо и самбо поймет почему захват обязательно должен быть развернут кисть разворачивайте контролируйте корпус соперника левой рукой подбираю коленку снизу начиная подниматься на него раз здесь чуть-чуть приподнял начиная выпрямлять корпус корпус выпрямляя левой ногой продолжаю давить я держал колено когда поднимаюсь левой ногой начинают ногой рукой давлю на его голень колено выпрямил увожу вовнутрь придавливаю коленом голень и налог драйк отсюда сразу контролирую отсюда 1 до теперь еще раз медленно как работает нога в этой позиции захватами все понятно да я думаю то есть ничего сложного нету вопрос том как работает ноги смотрите я рукой контролирую эту голень для того чтобы он не начал заправлять там обратные долларе вы и пытай так далее ногу прижимая дальше смотрите коленку выпрямил вот раз закручиваю вовнутрь как только вовнутрь докрутил начинаю придавливать голень ногой дальше не отрывает колено от его голени пятку к заднице разворачиваю сторону то есть если вы например знаете такое дело когда соперник кружки заправляют вы отсюда снимаете здесь в принципе то же самое вот это вот движение 1 2 опы зафиксировал поднимаюсь ногу выпрямил коп вовнутрь придавил здесь и здесь когда прихожу в позицию лэк дрэк я понимаю что человеку чтобы восстановить гард из этой позиции ему нужно вытащить эту ножку то есть вернуть свое колено до соответственно другого варианта у него ну поясница восстановления только чтобы задницу поднимал но это тяжело потому что я на нем буду лежать соответственно когда мы благодаря соперника загоняем наша задача первым делом выключить это колено чтобы он не достал то есть я могу здесь прийти могу здесь прийти то есть моя задача максимально создать такое минимальное пространство для выхода этой ноги то есть я здесь зафиксирую раз и захожу в сторону здесь единственное еще дополню немножко я не люблю вот этот классический вариант сайт контроля то есть мне не нравится контролировать соперника вот таким вот образом я всегда если прохожу гард соперника я всегда стараюсь приходить вот сюда то есть я всегда спиной своей закрываю его проход когда я нахожусь здесь он меня отжимает и есть пространство для колена когда я нахожусь вот таким вот образом ходить контролируем я не обязательно там отжимать его голову сайт контроль то есть я контролирую отвороты контролирует ас мне в принципе чтобы он не восстановился надо контролировать только тасс основное что все восстановление будет здесь происходить я здесь разворачиваю спиной ему здесь уже тяжело колено просунку потому что здесь мой танцы да вот видите я всегда плотно нахожусь к нему и не даю ему колено просунуть если я нахожусь здесь вот если мужа попроще да даже если я буду сильно давит у него все равно появляется пространство куда свое колено просунуть если я к нему поясницы развернут уже этого пространства нету еще раз в полноценно технику и отрабатываем мне вообще не принципиально коза хвата держишь начинаю здесь подавил вернул на полную поясницу здесь раз выпрямил вовнутрь зафиксировал здесь раз пятку к себе развернул и сразу в сторону здесь здесь колено заблокировал и захожу в сторону раз два три также по три минуты каждой две серии